Привет всем, с вами... Волдэн! Море драйва и позитива, невероятные эмоции. Икстрим ждет вас на канале начинающего, нападающего в все перспективы блогера. Руфинг, полеты, дайвинг, трейнхоу, путешествия по городам и странам. Все это вы можете наблюдать в моих влогах. Оценьте канал и подпишитесь. Гарантирован, вы не пошалеете. Ссылка в описании. Привет! Сейчас иду в эпицентр. Посмотрите на разведку чисто. Какие стройматериалы здесь можно заказать нам для постройки нашего камина-печки. Вот. Чтобы узнать еще доставку, доставят ли они в Черкасс к нам туда. Вот. Так как возможно придется пачку кирпича купить. Ну плюс смеси огнеупорные, ну там металлические, разные уголки или швеллера надо будет. Ну и всякое другое. И возможно завтра все это купим и доставку оформим к нам на дачу. Ну вот нашел, в принципе, есть здесь шамотный кирпич огнеупорный. Вот значит по 12,60 он получше как бы формы кирпичина. И вот есть в два раза дешевле. Сейчас посмотрим смеси огнестойкие. Огнеупорные смеси. Тут вот глина есть. Но глина это надо смесь готовить, туда что-то надо добавлять. Это мне не подходит. Там или известища добавляют. Ну не знаю. Вот. А вот есть готовая смесь, насколько мне подсказали, которую просто разводится водой. И все можно на него строить камин. Вот это мы, наверное, и возьмем. И огнестойкая штукатурка как раз. Вот. Для печей, так, а не ну. И это тоже нам надо будет взять. В принципе все есть. Металл есть, кирпич есть, это есть. Значит, завтра покупаем и заказываем доставочку. Сейчас посмотрим, что нам тут с металла подойдет. Что конкретно надо будет выбрать. Ну и размеры нам сразу и порежут здесь. Ну все идеально. Значит, доставочка мне сказали доставят без проблем. Всего лишь обойдется 450 гривен. Ну это за Черкасами. Где-то 50 километров. И вопросов нет. Сегодня заказывают, завтра доставят. Так что, отлично. Сейчас еще раз надо все точно пересчитать. Сколько чего. Чтобы не ошибиться. Ну, с запасом возьмем. И закажем. Так что, через денечек нам все привезут. Вот все уже купил. Оформил доставку. Ну, доставочка будет через день. Потому как вес оказался около 2,5 тонн. Если бы было до бомбары, то доставка была бы завтра. Через день будем встречать, разгружать и начинаем строить. Это будет в следующем флопах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дошли руки до разборки коптера, чтобы посмотреть, что там, почему он перестал летать. Ну, почему, понятно. Сейчас мы его разберем. Вот. Он весь такой грязный. Разберем. Посмотрим, что там. Посмотрим эти редукторы. Возможно, почищу. И все дальше заработает. После разборки. Ну, тут, конечно, очень грязно. Значит, сама плата. Как бы вообще не окисленная. Значит, она, похоже, покрыта была лаком. И тут, в принципе, все идеально. И явно она работает. Значит, все двигатели вроде крутятся. Ну, разница немножко есть, конечно. Уже все собрал. Промыл спиртиком. Почистил. Даже смазал. Вроде все пропеллеры крутятся. Но не совсем все одинаковые. Один немножко не очень. Посмотрим. Все. Сейчас подключим. И попытаемся в комнате опять запустить эту мясорубку. Чтобы цветы опять не пострадали. Ну, я не на 100% уверен, что он взлетит. Ну, будем смотреть. Ну, вот смотрим. То, что и, в принципе, говорил. С одним двигателем немножко проблема. Он не очень нормально вращается. Видите? Три. Поднялась уже. И крутится вокруг одного. Вот этого. У него какая-то проблема. Три летают. И вокруг него крутится. Оборотов у того двигателя не хватает. И он даже сам не запускается. Видите? Вот он. Вот он. Постой. Вот. Не работает. Вот. Все. Он готов взлетать. А то двигатель не тянет. Вот так. Так что, что-то с ним случилось. Действительно. Значит, один двигатель умер. Вы видели, как он вращается плохо. Это вот он. И вспомнил, что я покупал подобные двигатели для других целей. Вот. У меня их было два. Один правого вращения, другого левого. Вот. Но я нашел. Как оказалось, он точно такой. С этого коптера. У меня коптера еще не было. Это было для других вещей. Он у меня точно такой. И по счастливой случайности он у меня остался. Сейчас я его заменю. Этот новенький. Переставлю в шестереночку. Вот здесь. Сюда. Ну. И думаю, тогда он уже полетит. Называется просто офигеть. Надо подпаять всего лишь два проводочка. Но. По счастливой случайности. Это уже в кавычках, как говорится. Я. У меня было два паяльника. Маленький. И помощнее. Я их всех завез на дачу. Придется вот это делать сейчас на скрутках. Это вообще будет супер. Вот скрутил. Сейчас заизолирую. И соберу. Все. Сменил я двигатель. Закрутил. Заизолировал. Паяльника же нету. Вот. Ну. Думаю. Все будет работать. И все пропеллеры уже чисто физически. По ощущениям крутятся одинаково. Так что. Надеюсь. Что он может и полететь. Сейчас мы в комнате запустим. Может это мясорубка для цветов. Опять цветы мне тут пострижет. Жена меня точно привьет. Полетит ли он. Двигатель поменял. Все как бы нормально. Сейчас посмотрим. Вот он. Постараюсь цветы не запускать. Но как получится. Включаем же. Так. Все работает. Летает. Так. Цветы не надо. Стоп. Тянет. Ну пока вот так. Так что как оказывается. На самом деле. Не все китайское такое дерьмо. Я бы не сказал это дерьмо. Какой. Любой другой аппарат. Даже крутой фирмы. Пролежал. Больше чем полгода. В земле. Под дождями. Под солнцем. Не знаю под чем. И потом ничего не делаючи. Включаешь. И он работает. Ну да. С двигателем. Получилась. Проблемка. Ну поменял. И он уже летает. Так что. Не знаю. Ну дальнейшие полеты. Уже на воздухе. Мы это проведем на даче. Буквально через парочку дней. Мы туда едем. Будем строить печку. Ну и испытаем его. Так что ждите. До новых влогов. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok